Привет, я Юра Агеев и это 116 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мы собеседник Сергей Юдовский. Мы поговорим об индустрии автоматизации процессов, ее становлении, развитии и текущем состоянии. Обсудим, что такое автоматизация как продукт. И еще поговорим о том, за что люди платят, когда покупают автоматизацию и заменят ли роботы менеджеров и другие профессии. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Сергей, привет! Привет, как дела у тебя? Отлично, а у тебя? Все супер, ну что, давай начнем. Да, расскажи немного про себя, пожалуйста. Слушай, да, это на самом деле мой первый подкаст, поэтому жутко, наверное, буду волноваться, но постараюсь вписаться и в ответы, чтобы не записывать много актов этих дублей. Зовут меня Сергей Юдовский. Я, как бы страшно это не звучало, серийный предприниматель. Сам я родился в Казахстане, 10 лет назад перебрался в Москву. Один из моих самых экспертных бизнесов — это телекоммуникационная компания. В принципе, я всегда тяготел к IT. Граунд у меня учитель математики, поэтому я еще таким точным наукам тяготею. Вот. Ну а сейчас, как ты сам знаешь, и, собственно, тема нашего с тобой с разговора — это роботизация, программная роботизация процессов и наш стартап прекрасный, который помогает людям избавляться от рутины с помощью роботов программных. Как он называется? Что потом нашли? А, наш? Да, компания называется «Электроник». В России она называется «Электроник», как фильм, если ты помнишь такое приключение. Конечно, да-да-да. Да, да. А на американский рынок мы немножко переиграли название. Это «Электроник». Причем это соединение, ну, слово «электро», естественно, понятное всем. А «ник» — это коннекшн между «нёрд» и «гик». Такой, знаешь, человек-заучка, который помогает другим людям что-то там решать, какие-то его сложные задачи. То есть, в принципе, как раз все в тему. Круто, круто. Смотри, вот вы занимаетесь роботизацией программной. RPA — Robotic Process Automation. Ага. Это можно назвать это индустрией или это еще не индустрия? Ну, вообще, изначально это технология. Сам, вообще, термин Robotic Process Automation был выдуман, придуман, введен одним из сейчас крупнейших игроков, но не первым. Это компания Blue Prism. Английская компания начала там очень-очень давно все это делать и родилась вообще сама эта индустрия из тестировщиков. То есть, когда люди делали всякие скрипты для тестирования программного обеспечения или там интерфейсов, собственно, вот продолжением это все и произошло. Сейчас это самая быстрорастущая по аналитике Gartner B2B индустрия технологическая, растет какими-то огромными двузначными цифрами даже в кризис. Ну и, соответственно, ну, я бы сказал, что да, очень много игроков вовлечено, много единорогов на рынке, ну, куча людей, сотни тысяч разработчиков. Да, это действительно заметная штука. Окей, слушай, интересно прозвучало про тестировщиков. С какого года он активно начал развиваться, RPA, собственно? Ну, смотри, компании, которые у нас, получается, присутствуют на рынке, они что говорят? Они говорят, что мы работаем с 2009 года, мы работаем там с 2007 года, да, если посмотреть их там в Википедии, например. Но фактически взлет RPA произошел тогда, когда UAPS начала делать, а сейчас самая крупная компания, единорог UAPS, начала делать небольшой дизрабшин рынка. До этого Blue Prism продавал роботов, ну, как, условно говоря, ты покупаешь 10 роботов, они стоят 100 тысяч плюс фунтов терлингов, и, в общем, это был удел очень крупных компаний, банков, собственно, это основное ядро сейчас клиентской базы Blue Prism. Но UAPS пришел и сказал, нет, не нужно большие банковые роботов, давай-ка, ну, брать все в рассыпку. Сколько тебе нужно? Один робот? Один, два, два, десять, десять. Вот. И, соответственно, в 14-15-х годах вот эта технология полетела. Я просто почему подумал, что вот автоматизация тестирования, у меня сразу вспомнился какой-то Selenium, ну, в общем, что-то такое с мобильниками связанное. Вообще, в основе многих RPA лежит ужасно переделанный Selenium. А, вот так вот. И никто не стесняется, ну, прекрасный фреймворк для того, чтобы автоматизировать браузер, почему бы его не взять, поэтому, да. Окей. Это очень переплетенная история. Просто, знаешь, это не чисто тестирование интерфейсов, это, наверное, соприкосновение двух индустрий. Первое — это BPO, Business Process Outsourcing, когда компании брали и передавали на Outsource какие-то такие очень понятные рутинные процессы, которые легко описать. Ну, допустим, ты берешь back-office в Маниле, переводишь и делаешь очень жесткие инструкции, где сотрудники, которые получают меньше денег, чем получали бы в Англии или в США, они, типа, делают эти операции. Вот. Берем вот эти структурированные задачи и берем технологию, которая автоматизирует действия, ну, типа, Selenium и все прочее. Соединяем, получаем вот новый продукт, который закрывает вот эту нишу. То есть, по сути, первоначальные RPA-вендоры, они занимались тем, что приходили в такие BPO-центры и говорили, сколько у вас там людей? 500? Ну, смотрите, вместо 500 человек вы возьмете 10-15 роботов и все, вам больше ничего не нужно будет. Ну, там ни обучение, ни найм, ни контроль. Сколько платите? Кушать не просят, да. Ну, да, им не нужно за них заботиться, как о людях. И вот они, к сожалению, были первые, так сказать, кто пал в тяжкой борьбе с роботами. Почему, к сожалению? Ну, потому что замена людей очень быстрая, вот лично, да, мое мнение, да, все технологии, которые сейчас только ускоряются, увеличиваются, они не дают возможность большому пласту людей перестроиться. То есть, когда появлялся там станок, да, там в Англии, ну, там, люди имели 10 лет, 15 лет, да, чтобы найти работу там, ну, не знаю. Переобучиться. Да, девушка, которая была секретарем, потом, когда изобрели компьютеры, ну, то есть она или, там, коммутатор, кто переключал, да, то, ну, они имели возможность, сейчас технология может появиться за год, и все, да, ты, допустим, учился все это время, думал, там, что ты будешь там, вот эта работа будет стабильная, а она бамс и исчезла завтра. Будущее, будущее. Слушай, вот ты говоришь, купить роботов возможно, я вот не знаю, но у кого-то может возникнуть сейчас мысль о том, что он приходит такой в Boston Dynamics, показывает на маленького робота-собачку, который умеет еще и процесс автоматизировать, такой, дайте нам 10 таких. Что такое робот RPA все-таки? Да, если вот прям вот на простых словах, то все компании, вендоры, которые создают платформы, программные роботизации, включая нашу, мы не продаем роботов как таковых, да, вот как ты привел пример с Boston Dynamics. Мы продаем инструмент, в рамках которого, без использования кода или с его минимальными использованиями в рамках подхода low-code, ты можешь из блоков составить последовательность действий, которые можешь сохранить, и если этот файл запустить, то интерпретатор, там, агент или еще как-то, либо он эти действия повторит. То есть вот это и есть робот. То есть повторение действий, которое ты заложил, логику, то есть стандартное создание робота, оно как проходит? Есть процесс какой-то, его человечек живой описывает по шагам, там, открыть браузер, зайти на такой-то сайт, скачать файл, прочитать такую-то строчку, ну и вот последовательно. Потом разработчик, который не должен знать код, потому что среды позволяют создавать роботов, даже бизнес-пользователям, теории, да, с оговорками, создает это последовательность, последовательность сохраняет, и все. И теперь ты можешь его тиражировать хоть там тысячами в рамках своей компании, если ты Enterprise, и получать пользу. Робот по-своему, что он делает? Он может открыть браузер, там что-то с ним производить, может открыть любую программу, может открыть любой файл. По сути, все взаимодействие робота происходит на уровне графического интерфейса. То есть он не пытается как-то кодом строиться. И вот это, кстати, главный плюс, и почему роботизация полетела прям везде. Потому что когда ты запускаешь проект какого-то там автоматизации, ты всегда думаешь, так, какой у тебя есть API, готовы ли твои системы к разработке, какой стек технологии тебе нужен, какие разработчики. Вот это все, RPA сказала, тебе это не нужно. Тебе нужно всего лишь спросить у пользователя, может ли он это сделать мышкой и клавиатурой на своем рабочем месте компьютера. Если пользователь отвечает да, все, этот процесс поддается роботизации, ты его сможешь сделать. Конечно, все очень сильно зависит от навыков роботизатора, тот, кто создает робота. Но, еще раз повторюсь, ограничений здесь не существует. Есть только ограничения в пользователях, ну, в навыках твоих. Так, давай еще раз. То есть автоматизация идет, ну, если чуть-чуть более технически сказать, на уровне операционной системы. То есть вот эти роботы, они умеют обращаться каким-то образом к интерфейсу, который у тебя, собственно, на экране появляется, браузер или сама операционка. И получается нужно еще описание бизнес-процесса, которое как-то там, оно даже, получается, не скриптуется, оно вот именно там накликивается и погнали. Да, 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 да. У нашей платформы, как и у многих других, есть такая штука, как рекордер. Ну, то есть запись действий. Ты просто делаешь действия, которые, ну, хочешь повторить, а робот сам себя создает, по сути. Вот, важно, ну, наверное, еще одну вещь, такую интересную отметить, что, ну, простая аналогия, когда мы там разговариваем с клиентами, мы говорим, это у вас появится невидимый сотрудник, который будет сидеть за рабочим местом, нажимать на клавиши и все. То есть это вот самая простая, наверное, аналогия, которая приносит. Важно еще, наверное, то, что отметить, как работает с интерфейсом. То есть ты сказал, да? То есть есть несколько вариантов. Первый самый топорный в лоб, это координаты. Ну, иногда подходит, просто кликни такую-такую-такую-то координату, такую-то точку. Второе, это робот считывает элементы, он прям понимает, где кнопка. Даже если окошко двигается, открылось в другом месте или еще что-то, он все равно на нее нажмет, он поймет, где она. И третье, наверное, самое крутое для самых сложных кейсов, это Machine Vision. Когда ты выделяешь какую-то область, говоришь, вот смотри, вот эта синяя кнопка, она вот здесь, да? Потому что некоторые системы, особенно Legacy, они не отдают, вот есть такой термин у нас, селекторы, чтобы робот понимал, что это кнопка. Ну, допустим, Ява-приложение, там вообще ничего не сделаешь. И поэтому робот, по сути, как человек, просто видит красная кнопка с такими-то надписями, примерно такого. Надо нажать, да. Да, я на нее нажму, все, как только она появилась. Поэтому вот там разные подходы, вот это комбинирование, вот это объединение шагов, это вот и есть как раз State of Experience, я разработчик. Отлично. Что нужно тогда автоматизировать? Вообще, вот если мы не увольняем людей, если мы все-таки пытаемся, да, как-то беречь, не знаю, даже что, Legacy какой-то оставлять. Дело, наверное, не в... Ну, опять же, бизнес думает всегда об эффективности, поэтому здесь обвинять людей, что они ищут варианты, как бы это все это заавтоматизировать и сократить количество ошибок, там, ручной труд, ну, и все такое, здесь нельзя. Важно понимать, что автоматизация и роботизация, она должна быть осознанная и она не должна ставить с собой целью, там, стопроцентное сокращение. Почему? Потому что роботы, они все равно, неважно, там, даже искусственный интеллект, AI, всякие нейронки или наши роботы, которые работают по процессам, они решают задачи, стандартизированные. Если у нас получается нестандартизированный кейс, у нас всегда есть человек. Даже в наших роботах вы можете сделать такую штуку, как называется human in the loop, то есть возможность обратиться как-то к живому сотруднику, к оператору, если кейс, да, ну, оператор, может быть, да, любая должность, на самом деле. Есть кейсы, когда он пишет, может, там, не знаю, какому-нибудь там замдиректора спросить, ну, потому что роботы бывают разные, они там финансовые транзакции могут проверять, да, и он пишет и спрашивает, смотрите, я вот здесь вижу, не совсем уверен, вот, даю тебе три варианта, человек, я знаю, что есть, у тебя есть авторизация дать мне команду, ответь, там человек пишет, вариант один, все, я понял, спасибо, и пошел дальше работать. Поэтому цель сократить процентов, наверное, не стоит ставить, да, она недостижима. Второе, что хотелось бы, ну, на что направлено? Направлено в основном на те задачи, которые очень сложны, где очень много документов, то есть роботы в основном работают первичкой, если брать российский рынок, то есть это распознавание, счет фактур, создание счетов, там, акты сверки, ну, вот это все, то есть, по сути, да, бухгалтерии, он сильно помогает, потому что исключает возможность, там, ну, переработок и все прочее. То есть, ну, кейс есть, когда компания делает большая квартальная отчетность, считает огромное количество бонусов по 40 своим подразделениям, и когда квартальный отчет, все там, центральный отдел бухгалтерии работает до 11 вечера. Конечно же, никакому бухгалтеру их, там, там, много этих сотрудников не нравится, они нервничают, они высказывают недовольство руководству, и вот там брались и создавались роботы именно для решения этой проблемы, не для увольнения людей, чтобы людям стало проще. А бухгалтерия, работа с документами, обработка заявок, ассистирование, очень большая история, когда в отделах продаж роботы проверяют, все ли хорошо в сделках, в действии все договора, стоят ли везде печати, подписи, информируют, ну, там, менеджеров нерадивых, потому что менеджеры всегда думают только о деньгах, о документах, они редко думают, вот, это тоже один из кейсов нашей компании, где клиент применял поиск тендеров, другая крупная компания тоже сделала робота, когда он прям ищет тендеры все разные, по разным параметрам, намного превосходя по результату всякие системы, которые, ну, призваны это автоматизировать. Кейсов применения много, и, ну, важные параметры что это? Можно описать инструкцию, второе, это часто повторяемые операции, третье, это они объемные. Идеально, если они еще вообще выполняются 24 на 7, то вообще круто. Ну, то есть можно... Когда они должны выполняться, условно, да, 24 на 7, но из-за того, что рабочий день ограничен, это не делается. Да, когда они могут выполняться, но не выполняются, потому что, ну, люди не работают 24 на 7, естественно, люди спят, и вот если вот эти все параметры совпали, то вообще радость от робота у клиента, ну, максимально. Вот это интересно, да? Вот первая мысль, которая у меня возникла, я сейчас вспомнил, Стив Джобс когда-то там говорил, что компьютеры — это велосипеды для наших умов, а здесь, получается, это такое как-то... Роботы — это... Даже вот как бы ты описал, это как компаньоны, помощники, что-то такое. Роботы — да, это ассистенты. Ассистенты. Ассистенты, которые забирают рутины. Конечно, иногда они забирают очень много рутины, и происходит сокращение каких-то отделов, но чаще мы видим, что там 1, 2, 3 часа — это большинство кейсов. То есть, ну, часто люди, особенно в компаниях, они не делают рутину целый день. Ну, такого не бывает. Это какая-то комбинация между когнитивными задачами, задачами по коллаборации между сотрудниками взаимодействия, да, и задачи по решению вот именно таких таких рутинных задач, операций. Сори за англицизм, мы работаем просто на американский рынок. Иногда просто мозг подсказывает слово покороче, и ты англицизм вставляешь, но... Оптимизация, оптимизация. Да. А ты до этого описал как раз, знаешь, то, что есть product-market-fit, да, это насколько продукт попадает в рынок, а ты до этого описал такой, знаешь, идеальный кейс, когда робот-процесс-fit получается в каком-то смысле, да? Попадание робота в процесс. Вот в целом интересно насчет процессов еще поговорить, то есть их надо описывать. И, насколько я знаю, есть всяческие бизнес-процесс-нотейшн-лэнгвич, кажется, что-то типа того. Все так. Интересно узнать вот про какую-то, не знаю, структуризацию этих процессов, может быть, категоризацию самых основных. Ну, давай попробуем, чтобы это еще было всем интересно. Я расскажу, как вообще сбор процессов, эта задача решается. Ну, есть несколько подходов. Что-то я расскажу, как делается с помощью наших продуктов, что-то есть вообще на рынке. Ну, самый простой. Взяли, подошли к человеку, спросили, что он делает, он записал видеоролик, отдали разработчику, разработчик по этому видеоролику и сделал роботизацию робота. Ну, просто. А если мы не знаем, у какого сотрудника есть рутина, с какого процесса начать, есть вариант использовать программы Process Discovery. Это достаточно дорогие, которые реально работают, штуки, типа Selenium. А когда ты устанавливаешь на кучу компьютеров, они анализируют, как сотрудники взаимодействуют с программным обеспечением, после этого они выдают какую-то такую карту действий, садятся умные ребята-аналитики, чуть-чуть причесывают эту карту действий, убирают там артефакт, называется лапша, нуду. И лапшу, короче, убирают, остается вот каркас процесса. Его тоже отдают, ну, оценивают, во-первых, сколько там можно сократить по деньгам, потому что, скорее всего, это уже не один сотрудник, а какой-то там отдел, например, да, или группа. И делают робота. А мы, ну, естественно, мы пошли немножко попроще, то есть надо понимать, что электроник не работает на рынке прям супер-пупер-энтерпрайза какого-то высокого, где плавают наши конкуренты EPS или PluPrize. Мы работаем на больше таком мид-маркете, и мы сделали собственную штуку, да, собственный продукт по аналитике продуктивности сотрудника, он также устанавливается там, не знаю, 10, 15, 100 человек, и выдает рекомендации по рутине, то есть мы уже точно знаем, что если происходит там копирование между там Excel, например, E1S, часто, или еще что-то, ну, у нас паттерны все эти накоплены, и мы понимаем, вот смотри, вот у таких-то сотрудников или у такого-то 30% в день рутину, какой, вот такой, в каких приложениях, вот таких, то есть ты можешь уже к нему точечно подойти и... Блин, круто. Нет, правда, я просто это, я вот прямые аналогии вижу, знаешь, даже с процессом discovery в продуктовой разработке, когда ты пытаешься найти проблемы пользователя и идентифицировать, что-то можешь решить, каким образом, так далее, а у вас, получается, это уже прям автоматизировано. Ну, да, да, то есть мы, да, мы, мы как будто, если даже уходить немножко рассказать про электроник, да, то есть он, это платформа, и мы разбиты на разные продукты. Вот один из продуктов это productivity-analytica, да, это вот как раз то, что позволяет находить. Но самое интересное, что на основании инсайтов, ну, данных, которые выходят от этой аналитики, не всегда происходит создание роботов, потому что часто ты можешь просто обучить сотрудника, потому что он не знает, что не надо копировать из Excel, а оказывается, можно загрузить, есть upload, например, да, в системе. Можно изменить бизнес-процесс, потому что оказывается, что сотрудник вообще не должен был это делать, а для руководителя, ничего себе, у меня вот, оказывается, вот этим он занимается. И только в последних каких-то кейсах, уже сложных, там признают, что да, обучение, изменение процесса, или там какая-то собственная автоматизация вот текущего программного обучения не помогает. Вот это роботы. Вот. Второй продукт, о которой я говорил ранее. Тут важно отметить еще, наверное, гигантскую проблему, и почему вообще электроник взлетел. Мы сейчас компания, которая входит в топ-50 глобальных RPI-платформ по всему миру, признана Гартнером, это крупнейшее аналитическое агентство. Мы вошли в список аспирантов Everest Group, одной из крупнейших, там, к слову, вообще нет российских компаний, там всего 30 RPI-платформ, по-моему. Мы третье место занимаем по отзывам G2, это крупнейший портал по закупкам софта в Северной Америке, почему мы так хорошо растем и почему мы нашли свое место, когда игроков реально много. Мы увидели проблему, что когда ты создаешь роботов, ты создаешь его под процесс, вот как ты говорил, но большие и крупные компании, они направлены на крупные процессы, где в обличной очень много людей. Таких процессов, к сожалению, становится все меньше и меньше для роботизации, а процессов, где используются... То есть даже не автоматизированных или в целом процессов таких меньше, потому что связи... Да, да, их меньше, то есть не все процессы, которые даже большие... Ну, понимаешь, чтобы тебе, допустим, запустить программу цифровой трансформации трех отделов, где работают 300 человек, знаешь, какое нужно Гуду толкнуть? Нет, я на самом деле не представляю. Да, она и больше. Она не всегда толкается, то есть ты можешь рассчитать ROI, сказать, что у компании будет прибыль, но из-за политических и прочих вещей это не двигается. Поэтому эти проекты очень долгие, полугодовые-годовые, ну и со всеми вытекающими. Но при этом существует огромное количество процессов и задач, которые небольшие. Ну, допустим, у 10 человек 2 часа в день тратится рутина. По идее, нужно взять 10 роботов, сделать им, ну там, один одного робота, раздать этим 10 сотрудникам и будет счастье. Но тут мы упираемся в проблему рынка. Проблему рынка, что изначально, как мы с тобой говорили, тарификации, тарифные планы строятся под замену сотрудников под чистою, плюс увольнение. Соответственно, робот может стоить 6-8 тысяч евро в год, плюс создание его, плюс там еще, ну, поддержка, то есть может доходить до 15-20 евро. Это вот наши конкуренты. Да, 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 да. И, соответственно, если у тебя для 10 человек процесс, 2 часа, ну, можешь посчитать, сколько это, а, по-моему, идет порядка 2000 рабочих дней, да, у нас, нет, 2000 часов у нас, по-моему, рабочих идет или нет. Что я упутаю? Ну, короче, не так много часов рабочих, да, если прикинуть, выйдет, если по 2 часа посчитать всего 10 человек, и тебе финансово не очень эффективно покупать этих роботов. А процесс прям хороший, под ERP ложится, супер можно сделать. И мы сказали, ну, для нас, да, мы что сказали? Окей, мы создали среду разработки, она немножко дороже, чем у конкурентов, но зато всех роботов, которые ты создаешь, а ты за них не платишь за запуск. Потому что мы целимся как раз вот сегмент вот таких небольших процессов, которых очень много. если там ставить хоть какую-то плату, тебе будет неэффективно, ну, вообще использование данной технологии или продуктов, в частности, электроника. Плюс мы увидели большую проблему в том, что, по сути, ну, это же все автоматизация, и как работает сейчас классический рынок? Ну, ты покупаешь, не знаю, Microsoft Studio, создаешь какую-то программу, ты когда ее распространяешь, ты же не платишь за ее запуск. О, нет. это печальная практика, что за каждое рабочее место, где твой созданный робот будет запускаться, ты должен будешь платить. Это бы убило вообще любую разработку в мире, если бы такая модель бы существовала, ну, допустим, в Деверпинге. Но еще самое страшное, если вдруг ты перестанешь платить за лицензии роботов из среды разработки, то все, что ты создавал в течение вот даже пяти лет, перестанет вообще, в принципе, работать, потому что оно, как бы, зависит от него. И это, наверное, самая большая проблема вообще сейчас развития, и проникновения RPA-технологий, RPA-продуктов в мире. Вот мы сказали, окей, мы не хотим, чтобы каждая компания думала про каждый следующий процесс, который она хочет роботизировать, выгоден он финансово или не выгоден. Нет. Просто посчитай, как у тебя разработчик. В 10, будешь платить там X долларов, рублей, и все, и роботизируй любое количество. И вот как раз наша студия построена на этом принципе. Ну, есть еще третий продукт, это оркестратор. Когда у тебя в компании 10 плюс роботов, тебе хочется понимать, работают ли они нормально, нет ли там ошибок. Хочешь сделать расписание какое-то, хочешь сделать очереди из роботов, передачу данных между ними. Ну, понимаешь, один робот, допустим, проверяет банк-клиент, потом формирует отчет, передает второму, а второй, не знаю, что-нибудь еще делает. Ну, например. И для такого взаимодействия есть оркестратор. Такой аналогия ВОЗ роботов. Это такая серверная штучка, которая позволяет администрировать всех твоих роботов. А потом платная уже, в смысле, он... А да, она тоже стоит определенных денежек. Ну, нужна она достаточно компаниям, которые уже перешагнули, так сказать, первые успехи. То есть, это уже, когда человек, администратор, он уже в голове не может удержать у себя, что там по роботам. Да. И последний продукт это работа с документами. Как я говорил, что вот распознавание, вся работа и все прочее, она очень важная часть взаимодействия. То есть, робот и документы это вообще частый кейс. Поэтому у нас есть целый продукт, который из коробки может распознавать все стандартные документы. Паспорта, снилс. То есть, он прям... Отдаешь ему тысячу документов, он тебе отдает переменные, где уже лежат все результаты, разбитые по полям. Ну, дальше робот с ним что-то делает. Круто, круто. То есть, вы, по сути, что сделали? Вы не стали бороться с вот этими огромными игроками на том рынке, где огромные процессы. Вы выбрали особый вот этот сегмент среднего бизнеса и перестроили бизнес-модель. То есть, получилось. Да, 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 да. Плюс у нас, конечно же, прекрасный технологический стэк, потому что изначально мы все-таки боролись, и поэтому мы постарались выглядеть не хуже и при сравнении. Но, да, мы просто, ну, опять же, компания стартовала в 19-м году. Мы начали продавать продукт примерно в августе 2019-го. Сейчас мы с тобой разговариваем, это октябрь 2020-го. Вот, мы уже перешагнули за миллион RR, то есть, у нас лицензии проданы больше, чем на миллион долларов подписок. И мы понимаем, что дальше расти, нам или нужно стать EPS-ом и обогнать их, что, ну, достаточно странно, да, если прям один к одному их скопировать. У нас просто денег столько нет, даже при условии того, что мы очень умные ребята. Вот, где-то другое место, где еще больше возможностей для скорости роста и для принесения пользы, опять же, клиентов. Вот мы ее нашли, вот здесь мы и живем, здесь мы растем. Круто. А за что на самом деле платят люди? Вот мы уже поговорили, что люди платят. Ну, то есть, вот те, те проблемы, которые решают роботы, да, мы описали, ты описал, это то, что, ну, во-первых, сокращение полное штата, соответственно, высвобождение каких-то денег, это безопасность, потому что, ну, есть процесс, который должен просто случаться, есть экономия еще времени в целом, и так далее, и так далее, в течение производительности, но вот если с сокращением там штата все понятно, у тебя вот сразу кэшфоу немножко увеличивается, позитив, уходит в позитив, да, скажем так, то все остальное, оно не очевидно, и, ну, то, что там экономия времени, я не знаю, что-то, типа, производительность, как-то все это. IT-часть, и они начинают, не знаю, думать, а зачем это нужно, ведь они могут решить другими, другими задачами, поэтому важно понять сначала, кому мы продаем. Если мы приходим и рассказываем, что РПИ нужно айтишникам, то мы редко говорим про сокращение штата, тут вообще мы говорим о том, что с нашим продуктом ваши айти-специалисты станут просто суперменами, потому что до этого вы, ну, вы думали, какой стэк, не знаю, технологии для разработки в вашей команде есть, и все, что вне этого стэка, вы эти задачи решить, в принципе не могли. С РПИ без вопросов, потому что вы через ГУ любую задачу решите. Второй момент, если у вас в команде есть джуниор-разработчики, они, скорее всего, не могут решить какие-то высоко, там, не знаю, уровневые задачи. С РПИ, они становятся, там, если уж не сеньорами, то медлами точно. Скорость разработки сокращается, а реиспользование созданного, ну, там, кода, ну, в частности, там же вот блоки, можно поставить равно, что это блоковый код. Его читать удобнее, понятнее, в него даже можно посмотреть бизнес-пользователю и сказать, слушай, вот здесь еще виток добавь, потому что я хочу вот здесь процесс так улучшить. Бизнес-пользователь никогда не посмотрит код и скажет добавить, не знаю, переменную или функцию. Он просто уйдет, расстроившись, что ему показали страшные вещи. Поэтому, вот, с IT, без RPA, да, и без электроника, IT, это ребята, которые делают определенные сдачи медленно, долго, стезе и все прочее. С RPA, электроник, они вообще делают бизнесу быстро решают сдачи, не думают вообще, могут они решить или не могут. И есть более понятный такой диалог, то есть RPA, электроника, он совмещает бизнес-пользователя и IT-шника, потому что они начинают говорить на языке процесса, а не на языке команд или всего прочего. API. Если же мы говорим про бизнес, тут очень много вещей, которые получаются пользой. Понимаешь, ведь увольнение сотрудников это не самая главная история. Когда ты создаешь сифрового сотрудника, ну, робота, ты ведь исключаешь из компании очень много моментов. Во-первых, ты не снимаешь офис, хотя сейчас в пандемии это не так уже не важно. Во-вторых, ты не тратишь время на обучение. Третье, если ты не думаешь, если человек уволит, тебе нужно HR, чтобы он его нанимал. То есть, понимаешь, им целая цепочка. Если подумать, как в компании, где 20 или 30 плюс человек работает, ну, или 50 тем более, то там на каждого сотрудника очень много людей, которые его саппортят, просто готовы ему как-то там помочь в случае случаях ситуации. Вот ты снижаешь нагрузку с этих групп людей. Помимо того, что, да, есть прямые сокращения, есть еще ускорение процесса. Я думаю, что самое важное, что приносит, это увеличение скорости. За счет того, что робот в среднем работает от 10 раз быстрее человека, а второе, робот работает 24 на 7. То есть, вот, наверное, не сокращение, а делать быстрее, выставлять счета, не знаю, искать тендера, быть первыми. Вот за это, наверное. Насколько хорошо бизнес реагирует на это? Ну, то есть, с точки зрения питча, это окей. А с точки зрения того, как действительно бизнесы понимают это, короче, легко ли они это в голове все укладывают и переводят это на реальную пользу какую-то? Да, нет. Вот в тех терминологиях, терминах, которые я тебе сказал, они все понимают. Проблема лишь в том, что если ты разговариваешь с компанией и доносишь ей историю про роботов, и там не сидит IT, или тот человек, который будет хотя бы помогать тебе этих роботов там разворачивать, да, то есть мы сами роботов не создаем, наши интеграторы это делают. Ну, вот, представим, что мы интеграторы, принесли электронику в какую-то компанию, то, скорее всего, проект провалится. Почему? Потому что ты расскажешь эту прекрасную сказку, бизнес скажет, круто, я хочу завтра увидеть робота, ты ему скажешь, что нужно выделить сервера, подготовить процесс, ну, вот это все. И бизнес, чем больше ты будешь перечислять вот этих интересных IT-шных штучек, бизнес, тем больше будет грустнеть и, скорее всего, не пойдет с тобой в проект. А если он пойдет с тобой в проект без IT-специалистов собственных, то это будет страшный проект. Потому что роботы, они ведь не люди, им нельзя сказать. Делай, да. Да, 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 да. Типа, знаешь, мне тут пришел файл какой-то новый, который не был заложен в процессе. Что мне с ним делать? Человеку можно как сказать? Слушай, иди разберись, что ты меня отвлекаешь? Придумай что-нибудь. Работать так нельзя. И поэтому в какой-то момент бизнес, ну, там, часто в компаниях очень плохо подготовлены, проработаны процессы. Например, они говорят, должна будет приходить Excel, где будет пять столбцов, где будут занесены цифры. А разработчики роботов говорят, ну, круто, супер, создали робота, он идет по этой Excel, а в той ячейке, где должны быть цифры, там буквы. Или шестой столбец. Неожиданно. Ну, да, или шестой столбец. Ну, шестой столбец, это еще ладно, но вот там буквы. И робот такой, типа, что я могу делать дальше? Это же буквы. Пишет. И бизнес обычно говорит, а какая разница? Ну, здесь хорошо айтишники говорят, слушай, нет, все-таки вот роботы такая штука, надо все-таки привести данные в порядок. Поэтому, черт говорю, бизнес воспринимает все очень хорошо, даже слишком хорошо. Но ожидание вот его управлением, да, что это все-таки программа, что это все-таки проект, как и любая другая автоматизация, нужно приземлять и помощь штатных IT-специалистов или отдела их разработки супер помогает. Вот когда это комбинация, вендор, мы дали софт, на котором партнер или сам клиент создает, его айтишники участвуют, бизнес просто говорит про конечные бенефиты, а проект получается идеальный, и все с утра счастливы. Вот смотри, коснулись темы как раз, да, ограничений, она интересная, она у нас идет к следующей теме, которую мы чуть позже коснемся тоже. Но тем не менее, какие есть ограничения у вот такой роботизации, потому что вот сейчас, например, поговорили про данные, потому что, ну, действительно, есть такая проблема, если в коде что-то там не предусмотрено, то как бы и вот, ничего ты с этим не поделаешь, надо будет исправлять. Ну, да, 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 ну, как бы вот, так же, как и в любой другой разработке, все эти ограничения вылазят. Просто роботы изначально в индустрии позиционировались как цифровые умные сотрудники, которые другую работу решают. И вот наработка правил, проектов по автоматизации, она есть в индустрии. Ну, понятно, там, project manager должен выделяться, или еще что-то. А вот в проектах по роботизации такого нет. И большие вендоры, вот наши конкуренты, они, к сожалению, на старте для роста, они, конечно же, популяризация очень помогла, что все загорелись. Но теперь это очень сильно тормозит, потому что надо говорить, да, конечно, любой, в принципе, может создать робота, да не любой. Нужно знание процессов, нужно понимать хотя бы минимально, как работать с переменными, нужно, ну, там, хотя бы немножко логики иметь. Это уже повышает уровень людей, которые должны создавать робота. Подумал вот о чем. То есть мы в самом начале уже говорили про то, что как-то создание роботов в каком-то смысле, даже не создание роботов, а поиск процессов, в которых роботы, в которых роботы могут поучаствовать в каком-то смысле, похож, да, на Discovery, продуктовые разработки, что есть там Robot Process Feed, и вот сейчас еще поговорили про то, что в целом вырабатываются какие-то стандарты или начнут вырабатываться какие-то стандарты так или иначе по роботизации процессов. И, знаешь, просто подумал, вот точно так же, как мы создаем продукты в мире, вообще в нашей реальности, да, которые решают какие-то задачи, проблемы, то, по сути, получается все, что, ну, вот бизнес, это, наверное, какая-то более философская тема, но бизнес в целом, он состоит из набора процессов, так или иначе, да, вот тебе нужно там продавать, делать маркетинг, делать продукт, бла-бла-бла, и получается, что вот как раз вот эта индустрия, RPA, на текущем этаже, это процессы автоматизации, потом, наверное, уже есть физическая автоматизация, когда там на складах Амазон роботы катаются, то... Машины такие, машины роботы. Да, 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 я к тому, что даже мысль просто какая меня посетила, что в какой-то момент это станет действительно индустрией такой отдельной, продуктовой по замещению текущей реальности, текущих реальных процессов в целом. Ну, смотри, да, если немножко философствовать, то на самом деле все, что может расти, скорее всего, можно роботизировать. Ну, понимаешь, да, то есть нельзя... Что-то имеется в виду подрасти. Расти в количестве и в повторяемости. То есть если у нас есть колл-центр, который мы наращиваем постоянно, там, не знаю, сначала было 10 человек, потом 50, потом 100, в следующем году мы ставим планы 1000, то, скорее всего, чем больше там людей, тем там, в общем, становится однотипных, тем там процессы все больше и больше структурированы, и, значит, там максимальное количество роботов. То есть чем больше у нас людей, по-моему, несколько подкастов назад это уже обсуждали, чем больше у нас людей, тем больше мы вынуждены, в принципе, структурировать процессы, а это значит, что таким образом мы делаем их более машинно. Да, да, да. То есть я хотел бы закончить мысль, что это очень похоже, ну, пчелосовство немножко, да, на такую цифровую эволюцию. То есть как бы система, она себя балансирует. То есть как только она видит, что у тебя неэффективно расходуются ресурсы, а, ну, превращать человека, который каждый день делает эти и те же операции, их много, это явно неэффективное расходование ресурсов прекрасных людей, которые могли бы создавать что-то великое, то вот эта система говорит, так, надо помочь, надо вот этих людей, ну, в кавычках, безусловно помочь, как-то вот избавить их от работы, чтобы они могли создавать что-то более ценное. Например, не знаю, пойти в ТикТок. Например, вот нам сейчас кажется, да, что люди, допустим, не работают в код-центрах, а записывают какие-то ТикТоковые видео, это глупо. А я, не считаю. Мне кажется, что это очередной виток, когда эволюция, мы как вид пытаемся проверить, а что же дальше будет эффективно, что же дальше нам поможет. Может быть, ТикТок, ответ на это будет еще. Никто не знает. Это действие. Да, эволюционный перебор, он как раз это все и помогает, да, проверить его. А роботы, они не дают большому количеству людей зависнуть, так сказать, на какой-то ступеньке вот этого эволюционного перебора технологического развития. Они, ну, роботы, любая другая автоматизация, они говорят так, нет, короче, займись что-нибудь поинтересному. Ну, ТикТока. Да, Танин Селебрити. Ну, это вот как раз следующая тогда тема нас посещает, а, собственно, заменят ли роботы людей? Мы уже поговорили, что это не всегда правильно и так далее, но вот даже большие издания, вроде HBR, периодически публикуют панические заголовки своих статей и говорят, там, вот, например, профессия, продакт менеджера будет автоматизирована к 2000 какому-то году. Ну, или что-то вроде того, я не помню, было ли такое про продуктов, но про каких-то менеджеров точно было, про программистов часто говорят, скоро программисты будут не нужны, мы будем двигать мышкой и вообще писать код, это плохое, неинтересное занятие, потому что, что там, столько раз уже написали всего, ну, собственно, что ты думаешь на этот счет? Ну, если мы говорим про каких-то конкретных людей, то, конечно же, они будут заменены роботами, это факт, и это будет процесс, который будет продолжаться. Я просто не вижу здесь какой-то, ну, не знаю, истории, что нужно чего-то бояться, коммутатор, появилась АТС, автоматическая трансляционная станция, которая нажимаешь добавочно, она тебе переводит, а городские, или там в офисах, или еще что-то. По сути, это те же самые роботы, только, ну, в пластиковом корпусе, да, который решает задачу. Я думаю, что этот процесс идет постоянно, и надо просто признать, что это, ну, это и есть вот эволюция наша. Касательно того, что, вот опять же, меня беспокоит скорость, что скорость, допустим, возьмем, что вот самое проблемное, мне кажется, сейчас может быть, это водители такси и машины, которые будут управляться искусственным интеллектом. Представляешь, если мы возьмем там всю армию нью-йоркских такси, их, по-моему, там 500 или 600 тысяч человек выходят ежедневно на смену, и просто скажем, что их бах, и все, и нью-йорк. Сегодня они жарят на работу. Да, 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 сегодня вы можете на работу не выходить, а у них у каждого семья, наверное, жена, может быть, несколько детей, то есть это удар, они платят налоги, они покупают в магазинах, ну, и вот проблема именно в скорости. Вот здесь я хоть и айтишник, но я при этом еще и понимаю, что, наверное, как раз вот эта задача, она и задача государства. Немножко притормозить прогресс, который нельзя остановить, ну, то есть он необратим, то есть водителя такси, все, в будущем его не будет. Это уже факт медицинский, который свершился. Вопрос, то есть времени. И вот задача государства, если она действительно направлена на службу общества, немножко притормозить. Да, какие-то корпорации не получат сейчас на дополнительные миллионы долларов. Окей, но мы дадим время людям перестроиться. И вот вопрос лишь замены роботов, да, все так или иначе будут как-то заменены, да, вопрос лишь как быстро и будут ли открываться новые профессии. Я вот с позитивом смотрю в будущее, потому что, еще раз повторюсь, да, роботы действительно что-то там заменяют в компаниях, но представляешь, как появилась индустрия интеграторов, которые создают роботов, люди, которые описывают процессы для роботов, люди, которые поддерживают роботов, кучу вендоров, которые делают платформы по созданию роботов. Ну, то есть, просто энергия человеческого ума перетекает из чего-то одного в другое. А давай вот коснемся тем как раз про автоматизацию более сложных процессов, да, то есть, если мы говорили про текущий state of the art, это процессы повторяемые, процессы в каком-то смысле предсказуемые, но при этом в каком-то смысле либо рутинные, либо, ну, просто долго их делать. История с вождением машины, ой, если я правильно помню, как-то там говорили, что нейронные сети или вот что-то, я сейчас попытаюсь умничать, но, короче. Давай-давай, думать, нас простят. Автоматизацию можно применить там, где человек принимает решение там за одну или три секунды, вот что-то там типа такого, я то ли слышал, то ли читал. И история в том, что вождение машины в каком-то смысле про это, ну, то есть, ты видишь, ты едешь по дороге, ты смотришь в зеркало, там бла-бла-бла, оцениваешь все, что там происходит, входящий поток информации обрабатывается, и по факту принятие решения происходит вот каждую секунду и так далее. То есть, окей, там роботы это все имитируют. Возьмем процессы, связанные с общением людей, вот опять же, там тот же продакт-менеджмент или там продакт-менеджмент. Есть предсказуемые какие-то штуки, но туда добавляется как раз та самая история про коммуникации, они не прозрачны до конца на текущий момент, эмоции, эмпатия, вот такие процессы, их вообще надо ли автоматизировать и будут ли они? Ну, смотри, да, я тут вижу, какую проблему, то есть, если мы говорим про процесс автоматизации чего-то, что создается для людей на основании данных, получаемых от людей, то вот это роботизировать будет, наверное, достаточно невозможно, пока мы не создадим там прям реальный цифровой интеллект, который нас будет понимать, ну, может быть, даже лучше, чем мы сами себя, потому что человек это не бинарная система, которая выдает какие-то, ну, там, очень понятные сигналы, как светофор, да, человек может говорить, да, что означает, нет, ну, и очень много факторов, которые туда включаются, и вот, как мне кажется, продукт менеджер, да, продуктованер или project даже менеджер, когда тебя спрашивают, ты спрашиваешь, можешь ли ты сделать это до пятницы, вот, и ты по ответу уже понимаешь, будет ли это сделано до пятницы или нет, причем и там, и там тебе говорят да, но ты в какой-то, какой-то да, ты взвешиваешь и говоришь, нет, это не то, да, то есть давай другое, да, давай честно поговорим, тебе говорят, ну, вздыхают и говорят, ну, на самом деле нет, если честно, будет в среду, ты говоришь, ну, окей, спасибо, что ты честен, и вот как раз вот такая вот история, ну, то есть человек неэффективное существо, вообще мы неэффективная система в целом, то есть мы очень как организм эффективный, да, ну, взаимодействие всякие наши, там, органы и все такое, но как на интеллектуальном уровне, мы нелогичны и неэффективны, вот как раз нелогичность и неэффективность, она и рождает вот все прекрасные, которые нас окружают, делать там project manager и project manager роботизировать. Разработка, да, разработка все-таки это комбинация каких-то готовых там блоков, чтобы получился какой-то конечный результат, который понятно описываемый. Даже у нас, например, ну, что, допустим, Electronics, как он заменил разработчиков? У нас есть блок, который отвечает за то, что ты выбираешь кнопку на интерфейсе, допустим, в браузере, и он потом понимает, куда нажать, что на эту кнопку. За этим блоком стоит огромный код, который написали не один разработчик. Ну, понимаешь, да? Соответственно, как только мы этот блок создали, мы сразу же решили работы в рамках издачи для всех других разработчиков. Потому что все, этот блок есть, ну, он теперь может использоваться даже не разработчиком. Там очень интуитивно, ты просто выбираешь на экране, куда нажать, и сам этот блок все интерпретирует в код. Вот такой подход no-code, low-code, он, конечно, убивает именно такую разработку часто повторяемых функций, которые нужны пользователям. То есть то, что масштабировалось с разработчиками, так сказать, часто, да? А если мы говорим про какую-то кастомизацию, если мы говорим про какие-то задачи, которые не используются ежедневно, ну, тогда там я не представляю, как можно решить задачу без core-разработчика. То есть, отвечая на твои слова, задаваясь вопрос, простейшая разработка будет умирать, потому что она будет заменяться low-code, no-code, она будет все более и более усложняться. То есть требование к разработчикам будет повышаться. Еще одна почетная обязанность, наверное, менеджера продуктов принимать решения. Да, 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 и брать на себя ответственность. Да, 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 и очень часто в этот момент всплывают инструменты приоритизации и так далее, и так далее. Вот кажется, опять же, если возвращаться к примеру с водителями, то там роботы будут принимать решения. Потому что есть не то чтобы ограниченные, не то чтобы ограниченные, но какой-то набор правил есть. А он обычно бинарный. Бинарный. Понимаешь, у тебя на красный ты не едешь, на зеленый едешь, на знак да-нет. То есть там, я проводил пример с автомобилем, вроде бы процесс управления автомобилем, он сложный, но на самом деле он состоит из миллионов, ну, может, не миллионов, но очень большого количества мелких процессов, которые сами по себе это суперпростые. Типа ты оцениваешь обстановку такой, да, да, нет, нет, да, 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 вот, все правильно. То есть впереди человек не тормоз давлю, да, там, не знаю, или еще что-нибудь, да, хочу поймать налево, посмотрел, ну, там, ну, в общем, они супер мелкие, вот если говорить как с позиции бизнес-аналитика, они супер просто описываемые. А вот принятие решения по продукту, оно многоуровневое, там, многокластерное, да, оно затрагивает огромное количество вообще вещей, плюс ты иногда ведь принимаешь решения вообще без данных. Да, иногда бывает. Нельзя забывать, да, потому что когда ты говоришь там лево или вправо, ты смотришь, и в лево и вправо вроде бы, ну, вообще ты не можешь не защитить, и ты такой, ну, я думаю, что лево. Робот в такой формации, когда у него данные будут одинаковые или данных не будет, он просто встанет и скажет, нет, я, пожалуй, не могу принять здесь решение. Вот, человек, он как раз, ну, путь вот этих ошибок, да, вот, то есть это кривое обучение ты делаешь только для того, чтобы понять, ты ошибся или не ошибся, тебе не важно, даже если будет ошибка, это тоже хорошо, потому что на основании ошибки ты сможешь тогда выбрать другой вариант. Тебе важно понимание. Вот иногда, вот, это то очень важно. Не знаю, как это будет решено роботом, я не суперспец в искусственном интеллекте, но, возможно, это как-то будет решено. Это интересно, ну, я бы сейчас тоже вспомнил как-то, то ли reinforced learning, то ли что-то такое, когда AI заставляют играть самим собой, пока он не научается играть. То есть, ну, с играми обычно происходит, там, шахматами, с Го, потом в доту он начал людей побеждать, потому что очень много практиковался. Ну, там правила, видишь, там правила конечные. В жизни правила тоже есть, но если мы начнем описывать, наверное, нам не хватит ничего, никакой ни энергии, ни времени. Ну, да, я как бы тут схожу из формации, то есть, я как руководитель, да, и любой, кто чем-то руководит или как директор, он понимает, что важно иногда просто принять решение. Ну, то есть, а дальше смотреть, как оно будет, даже если ты не всегда уверен, что оно верное. Потому что промедление, ожидания, раздумья иногда наносит больше ущерб, чем даже неправильное решение. Вот здесь, мне кажется, вот если ты чем-то руководишь или ты руководишь там проектом, продуктом, часто ты в такую ситуацию попадаешь. И, ну, тяжело мне представить. В общем, мы очень сильно, мне кажется, ушли вот именно от темы роботов, перешли к какому-то там интеллекту, потому что робот все-таки RPA, да, если возвращаться, это по сути руки. Там достаточно мало мозгов. То есть, там глаза и руки, то есть, он видит, что происходит в интерфейсе и может, управляя элементами, там мышкой, клавиатурой, ну, там нажимать все. А голову, то есть мозги, ему задают разработчики. Вот. Туда, конечно же, можно встроить искусственный интеллект, какие-то модули, коннекторы, которые позволяют ему, там, не знаю, на основании там десяти параметров понять, по какому же пути пойти. Но эти пути все-таки должны быть заложены в нем. Поэтому это, если говорить там аналогиями с людьми, это интерн, у которого есть пятьсот тысяч инструкций, и он просто может из них выбирать. Вот. Но инструкцию сам себе он, скорее всего, не напишет, потому что полнолочий у него таких нет. Это круто. Но многие, кстати, могут сказать, что а нафига заниматься такой ерундой, типа, это же так просто. Надо придумывать какую-то там гигантскую там систему, которая может сама там, сама себя писать и все делать. Я на это как бы так скажу. Вот если вы запустите компанию и пойдете на рынок там глобальный, то лучше, чтобы у вас было решение попроще и было понятно, нежели чем вы будете делать суперкрутую. Вообще, в целом, в России есть такая большая болезнь сделать великую компанию с великой технологией. Но вот мы даже по себе уже много раз поняли, что на самом деле важно сделать простой, понятный для кого-то аудитории продукт, и этого будет достаточно, чтобы построить там миллиардную компанию. Например, есть компания, которая просто берет данные из писем, ну, парсит по сути письма и вносит их хорошо в CRM, в Salesforce. Только с одной CRM работает. Компания стоит около сотни миллионов долларов. Все, она решает только один кейс. Помогает менеджерам всегда up-to-date информацию, актуальную информацию в сделках, потому что менеджеры забывают носить разные параметры. Вот. Слушай, это же к вопросу процессов тех же самых, да, получается, что value процессов, оно разное, и, ну, некоторые процессы на текущий момент завязаны на людях, они просто-напросто решаются при помощи каких-то продуктов, при помощи автоматизации. Ну, я поэтому, да, просто мы ушли в такую фичу, ну, там, разговор, как заменить Project Manager. Ну, то есть, а сколько там, во-первых, кто будет его заменять, потому что сколько людей за это готовы заплатить? Ну, это важно, то есть, чтобы создать такую крутую машину, надо понять вообще, а какой там будет задача, то есть проще, вот почему-то. Проще продолжать платить людям. Поэтому Product Manager и Project Manager будут, пускай спят спокойно. На нашем веке еще хватит поработать человеку. Окей. Какой самый, наверное, важный продуктовый инсайт ты получил во время создания компании? Год с небольшим уже прошел после запуска. Ну да, после запуска продукта на рынок, да, так можно отмерить. Для меня это первый стартап, то есть, до этого у меня были бизнесы, но все они были про, ну, обычные классические бизнесы, то есть, начали зарабатывать практически сразу, там появилась какая-то маржинальность, да, дает какой-то определенный доход, передали там на управленца, и все равно функционирует, да, а в стартап это все-таки история про то, что ты каждый месяц, каждый квартал должен расти и расти желательно-кратно, да, соответственно, ты не можешь себе позволить просто, ну, там, минимальную какую-то маржинальность, и это не считается успехом. Соответственно, все это, я подхожу к продукту, да, это все подходит к тому, что ты не можешь, там, не знаю, медленно расти в клиентской базе. Раз ты не можешь медленно расти в клиентской базе, тебе нужно иметь возможность, а ты еще не всегда знаешь, какая твоя клиентская база, когда запускали стартап, мы не всегда, вот мы эту модель, тоже не с первого раза ведь нашли, нашего роста текущего, ты не всегда знаешь, как ты будешь расти, постоянно, постоянно тестировать, постоянно проверять все время новые подходы, общаться с разными группами людей, разными бизнесами и проводить очень такой большой касс-дев, да, который еще замиксован с продажей. То есть ты не можешь просто спрашивать, что вам нужно, тебе нужно еще попытаться это продать, потому что только получение денег, ну, для тебя сигнал для того, чтобы, ну, что можно туда хотя бы двигаться, за это платят. Но, получается, ты не всегда делаешь продукт, ну, что ты не можешь делать идеальный продукт для всех. Ты, сюда у тебя есть какой-то такой технологический долг. Вот для меня, наверное, ну, управленческо продуктовый инсайт, что не так важно качество продукта, нежели чем тот оффер, который ты посылаешь, и то value. Потому что продукт обычно ты всегда дорабатываешь, потом уже по ходу. Это, может быть, звучит достаточно, так сказать, некрасиво, но если ты с клиенту говоришь, да, смотри, у нас там 70% того, что ты хочешь есть, но 30% нет, а все остальное мы сделаем по ходу дела. Если он это согласен, ну, круто, значит, все получают какую-то пользу. И для меня вот именно управление продуктом вот в такой парадигме, не когда ты делаешь что-то идеальное, потом с помпой запускаешь, как Apple, да, например, на рынок, вот, и потом так все приходят, тебя покупают, и ты миллиардер. Вот для меня это, наверное, стало инсайтом, потому что, ну, у меня такого опыта нет, этому приходилось учиться. Не знаю, ответил ли я на твой вопрос, но я попытался, так сказать, от души ответить. Слушай, по-моему, очень хорошо и полезно иногда вспоминать о том, что действительно не оттачиванием фич и релизов едины. Да, ну, они тоже нужны, они у нас есть, ну, мы делаем как, то есть мы выпускаем там каждую неделю такие, ну, апдейты продукта, а потом, когда накопится красивое количество фич, которых можем, мы говорим, мы делаем такой паблик-релиз маркетинговый, мы типа с помпой там записываем, говорим, вот, мы выпустили такие функциональности. Это помогает клиентам вернуть внимание клиента, знаешь, то есть они такие, о, у Альтоника что-то там, не знаю, 4.0 вышел какой-то, феник с релизом. Ну, пойдем посмотрим. На самом деле эти фичи уже все были, просто ты же не будешь за каждую маленькую фичу человека приглашать. А вот что такое помпезное, с YouTube-роликом с продакшеном, они приходят. Такая асинхронность информации, да-да-да. Да-да-да, то есть мы как бы такой себе нашли, ну, способ коммуникации, и нам поэтому над нами иногда даже там конкуренты говорят, что вы, откуда у вас ресурсы каждый там месяц выпускать релизы или каждые два? Ну, мы их и так выпускаем. То есть это не такие релизы, которые мы прям полтора месяца готовим. Просто есть другой подход. Много-много что-то делать, и потом в один день дать доступ. Мы немножко по-другому подходим к продуктовой стратегии. Более короткие итерации. Круто. Сергей, спасибо тебе большое, что нашел время на беседу. Было очень интересно. Да, спасибо тебе большое, что пригласил. Мне всегда рад рассказать, так сказать, про нашу компанию, про то, что в нашей индустрии происходит. Спасибо. Здорово. Спасибо. Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Сергеем Юдовским мы поговорили об индустрии автоматизации процессов, ее становлении, развитии и текущем состоянии. Обсудили, что такое автоматизация как продукт. И еще поговорили о том, за что люди платят, когда покупают автоматизацию, и заменят для робота менеджеров и другие профессии. Подкаст выходит при поддержке Product Sense конференции по менеджменту продуктов. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей знать о том, что он существует. Это был 116 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.